Да, на самом деле. И, в принципе, такие радикальные меры создают ощущение некой накрытости, когда как будто бы на тебя смотрят через большую призму, через большую линзу телескопа. Ну, не будем говорить про какую-то антиутопию, которые были модными буквально лет 10 назад. Я думаю, что некоторые из них и до сих пор. И все-таки хочется поговорить немножечко еще о другой технике, совершенно другого рода, о космической технике. И вот как раз в этих вопросах разбирался Александр Ткачев. У него только спички волшебные, а без спички ноль без палочки. Ребята! Где вы? Пейзаж бухты Коцевели всегда притягивал фантастов и киношников. Антураж поселка ученых немыслим без океанической платформы Института Южных морей и всевидящего ока 22-метровой радиотарелки Крымской астрофизической обсерватории. Для большинства людей телескопы — это массивные приборы со стеклянными линзами. Но есть и другие способы изучать звездное небо. Впрочем, не только небо, Землю тоже. Этот массивный аппарат — тоже телескоп. Вот только его зрение специализируется на тех диапазонах, которые не воспринимает глаз — радиоволнах. РТ-22 — наследие космического бума середины прошлого века. Тогда послевоенные технологии развивались взрывообразно. Люди грезили космосом и понимали, кто владеет небом, владеет всем миром. В 1960 году и в 1965 году уже было завершено строительство, а в 1966 уже были начаты первые пионерские наблюдения. Первые наблюдения были связаны с исследованием Солнца. За полвека существования инструмент претерпел незначительные изменения, которые в основном коснулись компьютерного обеспечения. Сам принцип работы прост. РТ-22 — родной брат оптического телескопа-рефлектора. Исследуемый объект излучает радиоволны. Радиоволны попадают на чашу радиотелескопа. Приемник принимает излучение, собранное тарелкой, и передает его на систему регистрации, записывается в компьютер. Самое главное в его работе — идеальная поверхность чаши. Малейшая неровность исказит точность приема данных. Стабильность зеркала радиотелескопа контролирует 16 тысяч реек и болтов, двигающихся независимо друг от друга. Невероятная точность лучшего радиотелескопа страны позволила изучать не только небо. С помощью нашего телескопа была измерена скорость смещения крымского полуострова, скорость движения тектонической плиты, на которой мы расположены. Она составляет более 3 сантиметров в год. На небе давно найдены объекты, обладающие устойчивым положением. Например, квазары. Их неподвижное излучение — точка отсчета. Ориентируясь на эти маяки, ученые измерили тектонические смещения плит нашей планеты с точностью до 1 миллиметра. Позже, базируясь на этом принципе, создали системы GLONASS и GPS. Небольшая обсерватория в Коцевеле имеет международное значение. И не только из-за гигантской радиотарелки. У астрономов есть другие задачи и инструменты. Сложно представить, что в этом белом сплошном шаре располагается телескоп. Тем не менее, поверхность сферы для радиоизлучения прозрачна. В этих куполах изучают Солнце. Наша родная звезда — не только источник тепла и радости, но и серьезной угрозы. Слышки на Солнце влияют как на людей, так и на технические средства. В первую очередь, страдают космические аппараты, все то, что связано с электроникой. По рекомендации ООН, Международная служба Солнца, которая включает 14 наземных и две космические обсерватории. Один из пунктов, в котором мы сейчас находимся, входит в это международное Солнце под названием «Служба Солнца Крым». Предупредить метеозависимых людей не выходить из дома — куда проще, чем реанимировать больных с инфарктами и инсультами. Как ни странно, даже в медицине вполне земной науке пригодились астрономические исследования. Радиотелескоп РТ-22 входит в пятерку лучших инструментов мира. Он занимает четвертое и пятое место. Если сравнивать по характеристикам, смеющимся в Российской Федерации, этот инструмент занимает односледирующих мест в миллиметровом диапазоне. Все открытия последних лет — это или радиодиапазон, или с участием радиодиапазона. Всевидящее Око Коцивели — не только футуристическое украшение Южного берега, РТ-22, а главное — люди, которые работают с ним, во все времена были гордостью крымской и российской науки. Вероятно, неспроста гигантская тарелка стала символом советской программы «Время». Александр Ткачев, Анатолий Агеев. Утро нового дня.